Один из самых ярких, талантливых и самобытных артистов, который снискал славу в кино, на телевидении и в театре, Даниил Спиваковский выступил в Ульяновске. На сцене Дворца культуры Губернаторский прошел моноспектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя в музыкальном сопровождении Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера Артёма Белова. Прилетев в Ульяновск самолетом, Даниил Спиваковский сразу приступил к репетиции с нашим оркестром, которая длилась несколько часов. Актер легко перевоплощался в героев гоголевской комедии – хвост Левого Христакова, кокетку Анну Андреевну, беспринципного Городничева, судью Ляпкина-Тяпкина, помещиков Бобчинского и Добчинского, простого мужика Осипа. Николай Васильевич Гоголь, конечно, великий-великий автор. Я счастлив и горд, что мне довелось с ним работать, с его материалом и в драматическом театре, и в кинематографе. Кстати говоря, я снимался в фильмах по его произведениям. Когда начались мои честерские программы с разными коррективами, с симфоническими оркестрами, с народными оркестрами, с отдельными солирующими музыкантами, то, конечно, я обратился к Гоголю, и в моей репертуарной афише – это «Ревизор», это «Ночь перед Рождеством», уже, так сказать, знакомые не раз ульяновской публике. Даже мы планируем, что, может быть, в первые дни Нового года, январский, как раз рождественский, еще раз я приеду, так что следите, следите за рекламой, за афишей. Вот, также это, конечно, «Великие мертвые души», нужно обязательно с прекрасным ульяновским оркестром, с Артемом Беловым, так сказать, под его руководством это прочитать с великой музыкой Шнитке. Затем это «Вий», новая, кстати говоря, премьера, это «Шинель», так что я с Гоголем, можно сказать, дружу и очень активно работаю. Ну, а вообще, что необходимо, чтобы школьники сами читали классику? Ну, это проблема, я это могу вам сказать, знаю по своим детям, потому что с боями приходится заставлять читать, чтобы, так сказать, на слюнями пальчиками перелистнуть страницу. Это действительно так, но это, поверьте, было во все времена. Я тоже, так сказать, наверстал упущенное, не прочитанное в школе уже позже, но я в силу профессии, так сказать, актерской я занимаюсь, я работаю с литературой, с мировой литературой, с драматургией, это естественно. Поэтому я как-то, так сказать, наверстал упущенное, особенно, так сказать, когда стал заниматься читерскими программами. Кстати, хочу оговориться, что все инсценировки, это все выходит из-под моего пера. Я никому не доверяю, все инсценировки, всех произведений делаю я сам. И музыку мы подбираем очень скрупулезно с дирижером. Это очень такая работа, я бы сказал, под микроскопом, когда, после какой реплики, после какого слова начинается музыка. Это очень такая подробная работа, не просто так. Но надо сказать, что благодаря, кстати говоря, замечательному начинанию «Пушкинская карта», благодаря, так сказать, инициативе правительства страны, Министерства культуры в тандеме с Министерством образования, дети могут, вот от 14 лет, как раз эта школьная программа «Гоголь» для старших школьников, приходить на выступление. И уж если они не возьмут книжку, по крайней мере, они услышат, что это великое русское слово, не только «Гоголя», они услышат, пусть из уст артиста, и что-то, так сказать, у них запомнится. Это будет, мне кажется, замечательно. И в этом есть какая-то, ну, не побоюсь слова, и моя миссия в определенной степени, как актера, так сказать, вот доносить для молодого зрителя вот русскую классику. И я, кстати, знаю, что сегодня в Ульяновске, мне вот уже сказали руководители, директоры оркестра, что будет очень много школьников, и что просто люди, которые хотели взрослые купить билеты, просто, так сказать, за деньги в кассе театральной, им билетов не досталось, то, что уже продан весь зал, и они говорят, мы просим повторить, вот, чтобы мы могли тоже прийти и послушать, несмотря на то, что мы уже давно не школьного возраста. Это приятно. Даниил Иванович, вы активно задействованы и в кино, и в театре, и вот изменились ли функции, задачи театра за последний год, театр, кино за последний год? Нет. Театр и кино всегда, их функция просветительская, всегда во все времена. Она была, есть и будет. И это очень важно. Поэтому, а для чего мы еще существуем? Мы существуем на радость зрителю. Мы и развлекаем людей, и просвещаем людей, и направляем людей, если это правильное искусство, если это классическое искусство, если это верное искусство, умное, тонкое, со вкусом, тогда, тогда это правильно. Бывают, конечно, разные проявления, не спорю, но я все-таки такой традиционалист, меня этому учил мой учитель, Андрей Александрович Гончаров, вот, и я люблю традиционное искусство и в драматическом театре, и в кинематографе, ну и так далее. Над чем сейчас работать в театре и в кино? Снимайтесь. Ну, я, кстати говоря, в Ульяновске был буквально недавно, с двумя разными спектаклями, ну, в течение вот года, с двумя спектаклями. Один назывался «Внимание на меня», прекрасный другой спектакль назывался «Мизери» по роману Стивена Кинга. Буквально я могу анонсировать уважаемому зрителю, дорогому Ульяновска, что 23 апреля я приеду к вам за спектаклем «Поздняя любовь». И когда я ехал из аэропорта, уже весь город в афишах, что было приятно. Замечательная пьеса Зингера-Бышевица, вот, Нобелевского лауреата, очень трогательная, умная. Так что, милости прошу, 23 апреля в губернаторский зал, как всегда, уже, с которым мы дружим и который нам породнился, вот, спектакль «Поздняя любовь». Вот, а также я, ну, продолжаю работать в драматическом театре, играю свои спектакли. И, вот, так сказать, сейчас летний период всегда он связан со съемками. Поэтому, так сказать, вот буду-буду-буду приступать к съемкам и сериалов, и фильмов. Так что, следите. За время моноспектакля «Ульяновский государственный оркестр народных инструментов» исполнил отрывки из более 20 музыкальных произведений. Как сказал художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов, готовиться к таким выступлениям непросто, поскольку оркестр с артистом встречается в день выступления. Но предварительно проводятся беседы по телефону, во время которой с артистом согласовываются музыкальные акценты и музыкальные номера. Мы в данном случае вот эту, именно эту музыкально-литературную композицию будем представлять для нас впервые. Вот, поэтому, по сути, ну, такая, получается, для нас премьера. Музыка подобрана преимущественно из отечественных композиторов. Есть у нас несколько композиторов зарубежных, но это очень здорово в данном случае подчеркивает тот контекст, в который момент звучат эти произведения. К сожалению, моноспектакль смогли посмотреть не все желающие. Гастрольный график Даниила Спиваковского весьма плотный. Сразу после выступления он сразу улетел из Ульяновска, но скоро обещал вернуться. Следите за афишами.